Подождем немножко. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги Лапкина Игнатия Тихоновича «Открытым окон», том 9. Ныне спасение. Закхей. Кто бы знал этого налогового инспектора, пристава, если бы не его любознательность? Вот это качество, которое сегодня у многих развито в дурную сторону. Или совсем отсутствует. Когда у нашего отца и Акима брали интервью корреспонденты, то говорили. Вот вы строите селение. Да, интересное дело. Мы из Москвы приехали. Как местные власти на все это реагируют? Он говорит. Больше всего меня поражает заинтересованность, незаинтересованность и безразличие властей. Называется состояние сие индифферентностью, когда совершенно не интересуются. Интересное же дело делаем. Единственное на Алтае такое поселение. Сегодня я знаю, что единственное в России, где еще на таких основах строят деревню, чтобы жители не пили, не курили, не матерились, не воровали. Не можем научить людей даже замки вешать. Уезжают в город и даже двери не подопрут палочкой. Интересно жить, когда скотина не слышит ни одного мата. Говорят, что мясо другую информацию несет. Уж так люди объясняют по-своему. Руководитель района, края, нисколько этим не интересуется. Иной раз даже удивляюсь, когда приезжает наш епископ и бывает, даже несколько дней у нас побудет и делает вид, как будто все везде в его епархии так же нормально. Все как будто так же у него везде такие же общины. Я люблю епископа. У нас хорошее отношение. Я ему и говорю, неужели вы не видите? Что разве? Он унизит сам себя тем, что присмотрится, спросит, перенесет свою практику образования с нуля. Других таких общин. С таким уставом, порядком, обучением людей по Библии, а не по лживым преданиям, противоречащим Библии. С такой постоянной проповедью. Почему не сказать, да, это очень необычно для православия. Как и с чего вы начинали. И тогда я уже предлагаю ему свои услуги. С чего начинали мы, тем более сегодня, такой памятный день образования нашей общины. 19 января. Но Закхей был не из таких безинтересных. Да, сильно мешала его природная несуразность. Вот видите, какой я кратышка. От папки с мамкой роста не получил. Вот он маленький ростом был. Его самого даже не было видно. Не только ему что-то в толпе. Но оказывается, есть подсобные средства и деревья. В прошлом году я говорил, что такое дерево, на чем мы все сидим. И как нужно спускаться со своих высокомерных и пустых мирских знаний. Со своих превозношений. Сегодня скажу о заинтересованности. Есть люди, которые очень любопытные. Ротозеи. А я хочу посмотреть. Не надо этим заниматься. Искать нужно заинтересованности только в духовном плане. Дочь Якова Дина была любопытна. Когда они переместили свои стада ближе к городу Сихем, ее, видимо, очень заинтересовало, как там девушки ходят, как одеваются. Что на дискотеке? Бытие 34.1 Дина, дочь Лии, которая родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И что с ней случилось? Княжь сразу положил глаз на нее. Далее. Скрутил ли ее? Увел ли? И изнасиловал? Но переспал с нее. Дальше он пытается поправить положение. Жениться на ней. Но братья Дина никогда не простили. Они вырезали весь город. Значит, любопытство – это порог. И очень большой. Любопытство вошло в поговорки. Когда любят подсматривать, подглядывать. Услышал, аж трясется весь. Скорей передать телефон. Закипает. Я услышал там то-то. Все, что ты скажешь, тем более неверно передашь. Неправильно расскажешь. Грех разносишь. Придется все это рано или поздно зализывать. Есть люди, которые любят узнавать новинки в науке по разным газетам. И они ни в чем больше так охотно время не проводят. Деяния апостола в 17-21. Афиняне же, все и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Такие любопытствующие пригласили апостола Павла, потому что их заинтересовало его слово. Воскресение из мертвых. Какой-то Христос. Ты слышал? Нет, не слышал. Здорово. Что такого знающего человека занесло сюда? Представили ему слово. Предоставили ему слово. Ясно, что Павел стал говорить без всяких подставок, как начинают нынешние епископы или патриарх, а про попов и говорить ничего. Все они на одну мысль. Духовность, храмы. Павел же прямо повел ко Христу. 2 Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Доброе или худое. И они сразу отвратились от него и говорят, что хочет сказать этот свой слог, который пустые слова говорит. Вообще-то можно еще послушать. Может у него в запасе что-то еще есть? Деяние. Апостолов 17.32. Услышав о воскресении мертвых, они насмехались. А другие говорили об этом. Послушаем тебя в другое время. Но вот это любопытство привело к тому, что на этом стадионе несколько человек все-таки обратились. Деяние апостолов 17.34. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Реопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. Деяния апостолов 16.14. И одна женщина из города Феатир именем Лидия, торговавшая в ограницу, чтущая Бога, слушала. И Господь отвер сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Правда, она заведовала киоском. Хозяйка, может быть, комка какого-то. И Павел у нее остановился. И что дальше получилось? Было положено начало обращения людей и образования общины с проповеди, не с литургии, а единственное через слово живое, с верою сказанное. С чего начинать на новом месте? С того, чтобы люди заинтересовались. Вот заинтересовались два человека. Уже положено начало. Начинайте с ним заниматься. Дом означает не стены, а живущие в них. Второе царство. 3.1. И была продолжительная расприя между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усилился, а дом Саулов более и более ослабевал. В дом все входят. Жена, дети, рабы, имущества, приверженцы, соратники, сочувствующие. Эти сочувствующие, они много могут сделать добра или зла. Когда любознательность Закхея привела его ко встрече со Христом, а Христос до его рождения знал, что он будет маленький. Не добрал в росте и, может быть, на высоких каблуках ходил. Как сегодня мужики стараются приподняться. А то на своем сидении подушек наложит. Такой грозный начальник сидит. А когда встанет, смотришь не больше Наполеона. И вот он оказывается дома. И в этом доме, видимо, знали и Иегову, служили Богу. Но знал по-своему. Для него главное прибыль. Главное быть богатым. Это во всех протестантских учениях. Чтобы сильная была богатая, могущая церковь. Как Иосиф Волоски учил. Мало тех, кто сегодня желает, чтобы церковь была бедная. И что получается? Люди ропщут. Казалось бы, ну и ропщите. Но оказывается, что и ропот иногда на пользу идет. Когда тебя поносит, тебе можно сразу встряхнуться и сказать. Я не соответствую вашей характеристике. Так получилось и с Афхеем. Он сразу же восстал. Я хуже вас и не достоин принять пророка из Назарета. Нет. Я докажу, что я не такой. Я опровергну ваше дурное обо мне мнение своим поступком, и при том немедленно сию минуту. Делом надо доказывать. Половину имения я отрезаю от себя. Не завидуйте. Я сегодня начну розы, с кого я где обидел, с кого лишнее взял. Высчитаю. В четыре раза больше заплачу. Вот это да. А Господь сразу говорит. Евангелие от Луки 19, 9. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. Иисус сказал ему, что он сын Авраама. У тебя дом был, и ты в Иудействе служил, ходил в храм, приносил жертвы. Но Христово Слово это и говорит, что все это было не спасенное. Дом-то большой, церковь может большая, храм большой, приход большой. А нет там спасения, пока там нет Христа. И Христос говорит, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. Может быть крещеным, постоянно ходить на богослужения, не выходить из храма, поститься, молиться, причащаться и быть без Христа. А как это можно узнать? Господь говорит, Евангелие от Иоанна 14, 15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. 1 Коринфянам 13, 1. Если я любви не имею, то я медь звенящая, или кимвал звучащий. А я могу доказывать Богу свою любовь. Это необходимо ежедневно доказывать. Не сказал Господь, что если любите меня, то совершите такие чрезвычайные подвиги, по 70 дней не ешьте. Соблюдите мои заповеди. 1 Иоанна 5, 3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Это говорит евангелист Иоанн. А он узнал про эти заповеди. Да. Самый главный враг наш до встречи со Христом, это наш эгоизм. Это мне. Своя выгода непрерывно подгребает к себе и только под себя. Есть пословица, только курица от тебя отгребает. Только курица от себя отгребает. Так уж свойственно человеку при встрече со Христом сразу все чужое, ворованное отрубить. Случилось это не раньше, как именно в этот момент, когда Он заявил о решительном переходе в лагерь милосердных людей. И Господь говорит, ныне пришло. Житие Захея говорит, что в дальнейшем он будет очень хорошим христианином. Примет крещение и станет даже епископом. И удостоится от Бога в великой чести быть мучеником за имя Христова. Что значит быть заинтересованным, любознательным? Какие-то бывают интересные люди, интересные мысли, книги. И нас все может интересовать, если это идет на прославление Христа. Если этот интерес направлен ко Христу. Дивный Господь через самые маленькие вещи затрагивает самое внутреннее наше. Даже когда нас поносят, нам нужно из этого что-то выжимать. Меня поносят, а может правду говорят. Делают замечания, а может правда. Ведь Азахей говорили его гости сущую правду. Он бы мог сказать, да я уж стараюсь мало, жертвую что ли. Но он не стал оправдываться, почему. В самом деле я грешник. И что не скажете, я могу подтвердить, что я еще грешнее. Нужно делом подтвердить, что ты не такой. Что ты не можешь сделать. У тебя не получается, тебя обвиняют. Не спеши эти все укоры в свой адрес отбросить в сторону. Иногда враги нам скажут большее, нежели самые близкие друзья. Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет. Так друзья иногда из любви к нам что-то не скажут, чтобы не потерять наше расположение. А враг, он внимательно смотрит за нашими ступнями. Бывает и лишнее скажет. Это не столь важно. И вот здесь все высказанное в его адрес оказалось справедливым. Евангелие от Луки, 19, 7. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Правильно, зашел грешному. И грешному необыкновенно великому. А ведь вышел-то не от грешного человека. Почему вы дальше не говорите, кому он зашел? Грабителю, обидчику. А вышел от кого? От милосердного, который раздает. Когда от Закхея Христос вышел, то мы знаем достоверно, чем первым делом мытарь занялся выполнением своего обещания. Половину имения раздать. Просто тому, кто был нищий, раздал за полминуты. А кого обидел? А если те люди разъехались? Теперь я кладу около жертвенника свою жертву. И должен найти всех, кто на меня что-то имеет. Вот что нужно сделать, чтобы мы услышали от Христа. Ныне пришло спасение дому всему. Потому что и он сын Авраама. Найти своих родных и близких, обиженных нами, своих должников, и воздать им вчетверо. Ничем-то, а любовью, своим состоянием. Евреи жертвовали на храм обильно. 2 Паралипоменон 31.6 И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды груды. Не забывайте, у нас есть здесь ящик для добровольных пожертвований. И у нас церковные деньги никуда не идут, как только на помощь нашим ближним. И скажи, если и раньше я проедала, утробу разъедала, все мамоне отдавала, то теперь, кого я обижала, возвращу. Плоть твоя расслабилась. Где-то через лишнюю трату на чревоугодие соблазн был, воздав вчетверо. Умножьте свою жертвенность, чтобы к нам отнеслись эти слова. Ныне пришло спасение дому всему. Аминь.